И первые в этом списке – носки-невидимки. Если на улице жарко и вы идёте на прогулку, ваши ноги неизбежно будут потеть. Так что вам нужны носки, впитывающие пот и защищающие ваши туфли, и в то же время позволяющие вам проветривать стопы. Эти носки должны быть максимально короткими и не прикрывать лодыжки. Идеальные летние носки впитывают пот, защищают вашу обувь от влаги и не закрывают стопу больше, чем нужно. Также убедитесь, что ваши идеальные носки обладают одним качеством, а именно они не соскальзывают с вашей стопы, когда вы идёте. Серьёзно, вы можете себе представить, что я имею в виду. Вы знаете, каково это – купить пары носков, которые не прилегают к пятке, а начинаются скальзывать в ботинок. Это крайне неудобно. Лично я ищу бренды, у которых есть силиконовая полоска внутри, или что-нибудь такое, что позволяет носку прилипнуть к ноге. Советую вам купить носки двух-трёх разных брендов по паре носков от каждого, чтобы попробовать и понять, что лучше подходит именно вам. В сегодняшнем видео, господа, мы поговорим о важных летних вещах для каждого мужчины, которые не каждый имеет. Следующий пункт – это ароматы для жаркой погоды. Я специально подчёркиваю, что говорю о бодиколоне, потому что наш аромат должен быть в более лёгкой концентрации. Почему? Потому что в жаркую погоду ароматы раскрываются немного сильнее. Вот тут у нас один из моих самых любимых и невероятно универсальных ароматов – Прадальом Уотер Сплэш. Очень свежий аромат, особенно в жаркую погоду. Но, может быть, вы хотите что-то более ярко выраженное. Может быть, вам нужна цитрусовая нота грейпфрута. Тогда обратите внимание на Light Blue Forever от Dolce & Gabbana. Или недорогой цветочный аромат L1212 от Lacoste. Потратив больше, попробуйте Errolfa от Creed. Аромат такой, что вы представляете себе, будто путешествуете по Средиземному морю на лодке с дынями и цитрусовыми фруктами. Я не заостряю внимание на стоимость и, скорее, на нужных вам оттенках. Но то ароматы, в которые, даже смешавшись с запахом вашего пота, не перестанут хорошо пахнуть. Следующий пункт в моем списке не относится к сугубо летним вечерам, но его я использую каждый день этим летом. И это удобный рюкзак. Следующий пункт, пожалуй, самый неиспользуемый предмет в летнем гардеробе мужчины – это летние брюки. Что я имею в виду? Я имею в виду эти брюки с кулиской. Я имею в виду льиные брюки, легкие брюки, крой которой позволяет вам ощущать прохладу жарким летом. Давайте сначала поговорим о пошиве этих брюк. Я знаю, что летом брюки не должны быть тесными. Я не говорю, что они суперсвободные, но кулиска делает их невероятно удобными. Вы можете найти такие брюки из самых разных материалов – хлопок, лен, но важнее всего само переплетение нитей. Материал должен быть легким и дышащим. Благодаря кулиске брюки будут очень удобными. Такие брюки вы можете носить на пляже, ходить в них, по городу. Это очень непринужденный стиль. Вы также можете найти льиные брюки или легкие брюки из шерсти. На самом деле, обращайте больше внимания не на материал, а на переплетение нитей. Нас в данной ситуации интересует марлевое плетение. Это переплетение должно позволять воздуху перемещаться взад-вперед. Материал должен быть очень дышащим. Такой материал у определенных видов шерстяной материи, легкой шерстяной материи. То же самое можно сказать про льеную ткань. А все благодаря пряже, которая используется. Она должна пропускать воздух. Смотрите, у нас есть элегантные брюки, которые при этом легко и комфортно носить. Некоторые даже утверждают, что они круче, чем шорты, потому что защищают ноги от солнечных лучей. Но главное, они пропускают воздух. Поговорили о брюках, переключимся на летнюю рубашку. А именно, льеную рубашку. Стоит ли нам искать стопроцентный лен? Нет. Вы можете купить рубашку из смеси. Льна и хлопка. Или льна и других материалов. Суть в том, что рубашка должна быть легкая и дышащая. С длинными рукавами и воротником. Эти рубашки могут встречаться в разных стилях. У некоторых будут двойные карманы. Это будет, скорее всего, такой стиль сафари или кэмп-стайл. Или можно найти вариант с сапалетами на плечах. Они редко встречаются, но мне они нравятся. Они выглядят непринужденно и подчеркивают плечи. Важно то, что эти повседневные рубашки позволяют вам выделиться среди тех парней, что носят футболки. Вы можете сказать, с длинным рукавом будет жарко. Что ж, можно ведь просто закатать рукава. Главное то, что этот материал, лен и другие его сочетания. И в основе лежит марлевое плетение нитей. Это переплетение позволяет воздуху проникать повсюду. Это очень легкий материал. Он настолько легкий, что может показаться прозрачным. Вы можете как будто видеть сквозь него. Может быть, вы захотите надеть майку с чем-то вроде этой рубашки. Вы идете в бассейн, надеваете эти летние штаны с льиной рубашкой. Или же надеваете льиную рубашку с плавками. Такое сочетание выглядит более стильно, чем с простой футболкой. Отличное сочетание. У многих парней нет льяных рубашек. И не обязательно покупать белую рубашку. Можно выбрать любую другую среди разнообразия цветовых оттенков. Можно выбрать бежевую рубашку, рубашку с рисунком, или даже темно-синюю. Найдите то сочетание, которое будет хорошо выглядеть именно на вас. Далее летний свитер и летний пиджак. И да, летние свитера рулят. Они обычно из синтетики или из хлопка. Они сделаны из материала, который хорошо моется и является прочным. Это очень легкие свитера. Вам же не нужно ничего плотного и тяжелого. Полагаю, что вам не нужно изделия из толстой шерсти. Мы говорим не о таких. Мы сейчас говорим о легких свитерах, которые легко упаковать с собой. Летние свитера хороши тем, что обеспечивают вам необходимую теплоизоляцию, когда ночью падает температура. Когда я говорю о летних пиджаках, господа, я имею в виду более легкие пиджаки, может быть, из льна, из хлопка, желательно без подкладки. У обычных пиджаков, если посмотреть сознанки, подкладка пришита везде. Пиджаки без подкладки имеют немного подкладочного материала вокруг плечи верхней части. Их производство обходится дороже, поэтому их не так часто можно найти. Но пиджак без подкладки, сделанный из полиэфирного материала или индийского льна, будет невероятно дышащий. Представьте, что на вас просто тонкий слой материи. И еще самое замечательное в пиджаках то, что они удлиняют линию плечей. И в ситуации, когда на всех остальных просто классические рубашки, а вы надеваете красивую рубашку пола из легкого материала с этим пиджаком, вы выделяетесь из толпы и выглядите как лидер. Мы уже поговорили о носках-невидимках, но я не упомянул туфли, с которыми такие носки можно носить. Вы можете выбрать парусиновые кеды, хороший вариант. Вы можете выбрать кожаные кеды, что тоже хорошо. Кроссовки? Нет, старайтесь их избегать. Сандалии окей, если вы направляетесь на пляж или собираетесь надевать и снимать около бассейна. Но я думаю, что очень многим мужчинам точно пригодятся отличные макосины. Летние макосины, легкие макосины. В лоферах более светлого цвета будет относительно прохладнее летом. Кроме того, они стильные. Можно носить их даже с парой шорт, с лейной рубашкой или даже простой черной футболкой. Вот здесь они выглядят намного более стильно, чем простые кроссовки. При этом с обувью можно классно поразвлечься. Вот, например, я не изменял стиль, но я изменил материал. Я выбрал серую замшу. Вы можете надеть простую комбинацию с парой шорта, рубашки, но обувь будет выделять вас из толпы, и вы будете получать комплименты. Некоторые из вас ребята могут спросить, но какая разница между лоферами и макосинами? Все дело в технологии пошива. У макосин вы спереди можете заметить шов. Кроме того, макосины по конструкции самого изделия отличаются от обычной обуви. Например, подошва. В данном случае она практически отсутствует. У основания мы можем видеть кожу, из которой они изготовлены. При этом можно найти макосины, которые по конструкции больше похожи на обычные туфли, которые больше подходят для прогулок по городу, чем те макосины, в которых удобнее водить машину. Не то чтобы у них было какое-то особое преимущество, но дело в том, что совершать разные действия гораздо удобнее в разных моделях, для этого приспособленных. Вы можете найти некоторые виды лоферов и макосин, которые привлекают к себе внимание за счет металлических частей, пряжки или как на этой модели удила, основанные на классическом дизайне гучи лоферов с удилами. Вы можете увидеть этот элемент в серебре или в золоте. А теперь обратите внимание на этот материал. Здесь у нас перфорированная кожа. Я упоминал об этом раньше. Перфорированная кожа – это невероятно дышащий материал. Тем не менее, убедитесь, что вы носите их с носками-невидимками, потому что в противном случае поначалу все будет хорошо, но потом обувь начнет пахнуть и долго не прослужит. А сколько должна служить летняя обувь? Считаю ли я, что такую обувь нужно носить 20 или 30 лет? Нет. Я считаю, что классическую мужскую обувь стоит купить один раз, но качественную, а потом ухаживать за ней. Но когда мы говорим о летней обуви, знаете, можно найти что-то за 25 баксов… Эти я нашел в Украине, они сделаны из перфорированной кожи. Да, они тут склеены, и подошва, в конце концов, выйдет из строя. Они износятся довольно быстро. Но знаете что? Я буду носить их несколько сезонов, и стоили они мне относительно недорого. И если туфли вам действительно нравятся, не раздумывая, покупайте их и наслаждайтесь ими в течение сезона или двух. А что насчет часов? В свой список я добавил определенный тип часов, а именно часы для дайвинга. Почему? Потому что эти часы и их корпус можно погружать на глубину ниже 100 метров или 200 метров. Их стоимость невелика. Я знаю, что есть дорогие часы для дайвинга от Rolex или Tudor. И от некоторых других компаний есть, ведь фирмы, часы которых стоят 1000 долларов. Но также вы можете посмотреть, что предлагает Сейка за несколько сотен баксов. Если вы хотите потратить на часы пару сотен, рассмотрите варианты Orient. У меня есть вот такая модель от Timex с Тоддом Снайдером. Она стоила чуть больше 100 баксов. Да, это простые красивые часы, но они не водонепроницаемые, но весьма водостойкие. То есть, если вы решили нырять на 200 метров, они неизбежно испортятся. Но в них вы можете погрузиться в бассейн или попасть неоднократно под летний дождь и не беспокоиться, что с ними станет. Если вы покупаете простые качественные часы для дайвинга с металлическим браслетом, вы можете носить их как со стилем casual, так и на выход. Я ношу часы для дайвинга даже с костюмами. Наверное, это не по правилам, но я все равно ношу. Далее у нас шляпы. Вот эта шляпа конкретно – это Панама. Как следует носить шляпу летом? Какие у нас есть варианты? Ребята, я расскажу об этом в данном видео. Я подробно расскажу о разных типах головных уборов, на которые стоит обратить внимание в летнюю жару. Вы узнаете, как выбрать шляпу и правильно ее носить. Кликайте прямо сюда.